Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет онлайн-гадание на личную жизнь. Давно уже не делала подобные расклады, а сейчас что-то навеяло, в том числе с помощью подсказок своих дорогих подписчиков. Ну что ж, давайте посмотрим, что же нам расскажут карты на эту тему. Четыре варианта у нас будет. Будет у нас один ряд для тех, кто имеет половинку свою уже, вторую половинку, и для тех, кто свободный. В любом случае, и для первых, и для вторых, мы посмотрим, какие же изменения ожидаются. Ну, если, конечно, они будут. Итак, какие изменения в личной жизни, в отношениях ожидаются в загаданный вами период, друзья мои, обязательно, для тех, кто имеет свою половину. Первый вариант, второй вариант, третий вариант и четвёртый вариант. И второй ряд. Изменения в личной жизни для свободных. Или кто находится в поиске. Так, давайте смотреть, что у вас будет. Так, первый вариант. Второй вариант. Третий вариант. И четвёртый вариант. Начнём. Первый вариант. У кого есть половинка изменений в личной жизни. И кто свободен. Такие изменения в личной жизни. Итак, у кого есть пара, здесь у нас выпал король Пентакли. Ну, в принципе, друзья мои, могу вас поздравить. В том плане, что ваша личная жизнь будет вас вполне устраивать. Она будет именно строиться так, как вам нужно. В том ключе, в каком вы и хотите. Ну, скорее всего, очень сильно будет способствовать этому ваш партнёр. Его состоятельность. Его самостоятельность, скажем так, даже, да. Человек, который знает, как обеспечить семью. Как сделать дом уютным. Как заработать деньги. И, конечно же, чтобы было и ему удобно, и удобно своей половинке. Конечно же, в данном случае отношения больше строятся на общей какой-то цели. И думаю, что это благосостояние, финансовое укрепление. И, в общем-то, можно отметить, что интересы ваши совпадают. И поэтому, в принципе, в загаданный период потрясений каких-либо в личной жизни у вас не ожидается. Вы именно будете ещё больше укреплять отношения, ещё больше укреплять то самое ценное, что для вас является, ну, гвоздём вашей личной жизни. То есть, самым главным, самым главным, платформой, точнее, даже платформой, стержнем, фундаментом вашей личной жизни. Что касается свободных, друзья мои, у вас выпало десяточка мечей. Ну, как видим, здесь у нас несколько напряжённенько. И, похоже, в загаданный период вот как-то вам будет... Либо нету того, вот, и вы как бы временно поставите на этом вопросе, ну, крестик такой, да, крестик, что пока нет, пока не буду, пока подожду, пока отдохну, пока залечу раны, пока определюсь. Вот что-то в этом роде. Но надо отметить, что, в принципе, друзья мои, дело уже это подходит к концу. Вот именно ваше такое состояние, да, оно уже находится на такой стадии, когда вы опять воспрямите. Воспряните, и, в принципе, уже начнёте подумывать, подумывать, а что, а как, куда дальше, и вообще чего хочется. Но пока у вас-то вот такой застойчик, скажем, да, застойчик. И, в общем-то, я здесь особых изменений не ощущаю. Не ощущаю. И, скорее всего, знаете, может быть, вот ваше такое состояние, как я уже отметила, связанное с тем, что вам не до того, но, может быть, конечно, может быть, и с тем, что был негативный опыт, негативные отношения, которые, так скажем, вас немножечко отстранили. Отстранили от создания союза с кем-то, каких-то любовных отношений и так далее. Вот такой первый вариант получился. Идём дальше. Кто выбрал второй вариант? Так, для тех, у кого есть пары. Здесь у нас выпал, друзья мои, рыцарь Жезлов. Ну, страсть горит, огонь горит, любовь пышет. Отношения, конечно, я бы так сказал, знаете, нестабильненькие. Они то вверх, то вниз, вот как-то вот так эмоционально, эмоционально. То любовь, то вообще, как говорится, на разрыв аорты, то как-то вроде бы чуть ли не до развода. Вот как-то вот такие колебания. Такие колебания. Ну, не знаю, с чем это связано. Не исключено, что с влиянием какого-то постороннего человека вот на ваше отношение с половинкой. Может быть, может быть, появлением более интересного кандидата или кандидатки. Может быть, друзья мои, знаете, что ещё? Какие изменения. Какая-то поездка случилась. Ну, я не скажу, что это расставание. Возможно, это поездка ваша куда-то, отдельно от половинки. Либо ваш партнёр куда-то ускакал, по делам, там, не знаю, на подработку, в командировку, на отдых, в гости. Неважно. И вы, так сказать, отдыхаете полной силой. Ну, бывает такое иногда. Расставание со своей половиночкой кому-то бывает и в радость. Что касается свободных. Что тут у нас с личной жизнью? А тут у нас восьмёрочка чаш. Ну, как-то, знаете, просматривается желание поменять. Да. Внести разнообразие в свою жизнь. В личную жизнь. Вот. Ну, что это за разнообразие? Не исключено, что покончить с этой свободой. И действительно найти себе партнёра или партнёршу по душе. Потому что тут всё-таки речь идёт именно о душе и сердце, а не необходимости. Как бы душа просит. Душа просит человека, который был бы в унисон с тобою. Были общие интересы. Были общие цели. И было тепло, сладко, вкусно, душевненько, надёжно. Вот. Ну, конечно же, восьмёрочка чаш, она может говорить о том, что именно в загаданный вами период это произойдёт. Ну, может говорить и о том, что в этот период появятся только мысли, настроение, желание. Или даже, знаете, окончательный выбор. Вот. Мы же, бывает, долго сомневаемся, да? Вот живём себе спокойненько, одна, один, вроде бы комфортно, хорошо. И терять вот этот комфорт, ну, не всегда хочется, да? И всегда хочется. Поэтому решиться на то, чтобы поменять вот такой образ жизни, бывает очень-очень тяжело. А иногда даже и страшно, особенно, особенно если, допустим, есть ещё какой-то за плечами негативный опыт. Но, тем не менее, мысли могут появиться, и у кого-то, возможно, даже и не мысли, а довольно решительные шаги в эту сторону. В сторону поиска своей половиночки. Ладно, идём дальше. Третий вариант, кто выбрал. Что тут у вас? Ага. У кого есть пара, друзья мои, выпала семёрочка мечей? Ну, наблюдается некая осторожность. Может быть, какие-то возникнут подозрения. Да. Захочется подглядеть, подсмотреть, узнать, расследовать что-то, подстраховаться от чего-то. Ну, может, и от своего, как говорится, от своей половины бывают разные отношения. Вот, возможно. И подозрения в измене могут быть, да? Подозрения, что партнёр или партнёрша, ну, не совсем честны с вами. Тут всё, что хочешь, может быть, друзья мои. Поэтому, конечно, карта говорит вот именно о таком поведении. Ну, уж не знаю, что вас может насторожить в этот загаданный период, что вам может не понравиться. Знаете, может, даже вы сами почувствуете за собой слежку. Да. Контроль усиленный. Или какие-то, будете замечать, моменты, в отношениях которых не было раньше. Вот что-то в этом роде. Ну, не сказать, чтобы это глобальненько, катастрофичненько. Нет, друзья мои, это может быть вот чисто вот так вот. Что-то показалось, что-то привиделось, что-то услышалось, но насторожило. Но насторожило. Какие уж дальше действия будут, тут, конечно, у каждого из вас индивидуально. Ну, сразу же скажу. У кого всё хорошо, мои лапочки, не волнуйтесь. Вполне возможно, вполне возможно, семёрочка мечей у вас проиграется настороженностью в отношении каких-то третьих лиц. Да, третьих лиц, которые хотят вмешаться в ваше отношение с половиночкой. Ну, и думаю, что, скорее всего, с недобрыми намерениями. Да. Разрушить, внести, как говорится, разлад, помешать чему-то и так далее. Вот это может быть. Вот это может быть. Ну, тут соблюдайте, так сказать, меры подстраховочки. Слушайте, будьте внимательны. И если что-то вдруг замечаете, пресекайте. Вот и всё. Ладно. Что касается свободных. Что тут в загаданный период личной жизни? Ну, двоечка пентаклей, друзья мои. Сразу же чувствуется суета некая. Суета по части, конечно же, изменений. Захочется нести какие-то разнообразия. Ну, может, может появиться партнёр или партнёрша. Точнее, поклонник или поклонница. И именно это будет спусковым крючком вашей суеты. Вот. Может даже возникнет некий выбор. То есть, не один человек объявится в вашей жизни, а два. Обычно так и бывает. Стоит одному появиться. Там, как говорится, и второй, и третий на горизонте сразу же рисуются. Ну, случается такое. Поэтому, да, спокойствие. Спокойствие, как такового, в вашей личной жизни в загаданный период, ну, вот как-то мне не видится. Не видится. Что-то будет мутить. Мутить воду. Что-то будет нарушать ваш порядок. Устоявшийся порядок. Ваш комфорт. Или, может быть, вы и сами. Не исключено, мои хорошие. Не исключено. Но, тем не менее, волнения могут быть. Кстати, такие волнения могут быть связаны с какими-то поездками. С отдыхом куда-то. Кто-то на море поедет. Кто-то к кому-то в гости. Может, кто-то собрался переезжать куда-то. Причем с потаенным желанием, что вот там-то я найду, наконец-то, свою половиночку. Поэтому и с этим тоже, может быть, связано такое беспокойство. Да. Ладно. Идем дальше. Четвертый вариант. Что тут у вас? О-о-о. Карта Дьявол. И тройка Пентакли у свободных. Ну, что ж, дорогие мои пары. То есть, у кого есть половиночка. Карта Дьявол, конечно же, не говорит, не говорит даже ни о каком минимуме о спокойствии. Изменения однозначно будут. По крайней мере, большая вероятность. Большая вероятность. С чем они будут связаны? Ну, тут, друзья мои, может быть и страсть. Причем бешеная страсть. Что-то, как говорится, вклинется в ваши отношения, какие-то новые чувства, новые ощущения, новые желания. И все. И понеслась колесница. Может быть и такое. Как говорится, узрейте, узрейте друг в друге какие-то новые нотки, новые вибрации. И они вас будут заводить по полной. Как говорится, как вроде бы вы только-только познакомились. Да. Когда некая одержимость появится, одержимость обладанием может быть, обладанием друг другом. Ну, обладанием может быть, друзья мои, иметь и собственнические какие-то моменты. Поэтому мы тут не будем вдаваться в подробности. Ну, могут быть некие искушения, мои хорошие. Искушения, связанные с какими-то знакомствами на стороне. Или знаками внимания со стороны. Вполне возможно, что это, как говорится, не по вашей вине. Может быть, это ваша половинка что-то там начнет мутить на стороне. Вполне возможно. Ну, карта дьявол, знаете, она такая очень разносторонняя. Тут ведь речь может идти не только о страсти. Может речь идти о каких-то зависимостях. Поэтому вполне возможно, что в личной жизни, в отношениях с вашей половинкой, как раз вот эти зависимости будут иметь большое значение. И будут именно они приносить эти изменения. Что касается свободных, друзья мои. Здесь у нас троечка пентаклей выпала. Ну, в принципе, да, может, друзья мои, создаться некий треугольничек. Любовный треугольничек. Всё-таки мы больше говорим о личной жизни, о любви. Ну, он такой, знаете, на общем интересе, на общей выгоде замешан, скажем. Вот. Что-то, какие-то, может быть, общие дела вас столкнут вместе, свяжут вместе, объединят вместе. Может, общие какие-то увлечения. Может быть, это и коллега по работе. Вполне. Или ваш партнёр по бизнесу. Может, ваш сосед. Или соседка. Может, знаете, ещё как проиграться у вас эта карта? Кто-то будет вас знакомить. Появится некая сваха. Вот. И она будет сводить вас с человеком по представлению, который, значит, что этот человек вам более всего подходит. Может быть и такое. Но, тем не менее, тем не менее, тройка Пентаклей говорит, что вполне, вполне могут быть знакомства. И ваша личная жизнь, так сказать, примет новый формат. Или заиграет новыми красками. Даже и так, мои хорошие. Вот такой у нас получился прогноз на личную жизнь. Точнее, на изменения в личной жизни. Ну, мне остаётся сказать вам только большое спасибо. И пожелать здоровья, всех благ, а самое главное, любви и счастья. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok